Вот так Кстати, в семнадцатом году приезжал в Москву Я была у него на курсе тоже Я так думаю, что это его последний Он уже очень-очень такой Это семнадцатый Наверное Но он чудесный вообще Он просто, я его обожаю Он сам по энергии такой Он светлый абсолютно, доктор Я даже его этот, я не люблю вообще тему синус лифтингов Я даже его осталось слушать Просто чтобы его послушать Ну вот И здесь он говорит о том, что ни в коем случае нельзя шить вот эти хвосты То есть их прокалывать нельзя Это нюанс Они должны быть обязательно зафиксированными Вашим любимым крестообразным швом Матрасный крестообразный шов Ну-ну Ну, кое-что принесли Да у нас вчера просто биологическая модель была Несоответствующего качества Посмотрим, что Ну, мы предположили, что она дефростная Дефростная Ее, значит, заморозили Потом опять разморозили Еще один вариант Обычно он применяется Это подвернутый лоскут на ножке Элементарная история Очень простая в употреблении Вот это вообще родилось давно До имплантатов Вообще задолго В 61-м году Профессор Чикагской академии Предложил метод увеличения объема Десны в области адентии В эстетически значимых зонах Это то, что мы, доктор, с вами сегодня По вашему клиническому случаю обсуждали Я вот эту первую операцию Сделала в 2004-м году Когда у меня пришел пациент С отсутствующими четырьмя резцами Верхней на верхней челюсти У него планировалась Несъемная ортопедическая конструкция И у него был дефект По объему И по высоте И мы с ним сделали Вот эту операцию Только в другом масштабе Как и получается В данной ситуации Уже имеющийся установленный имплантат Или вы планируете в адентии устанавливать имплантат Делается полнослойный разрез Деэпитализация Небной поверхности Так же, как мы делали у попалача Когда мы подворачивали Отслаивается таким образом Как мы берем Открытым доступом Трансплантат небный Так, чтобы здесь осталась надкосница Соединительной тканью Препарируется Вот эта часть уже полнослойная Здесь вы уходите в расщепление Делаете карман И на заводящем шве Фиксируете в новом положении Подвернутый вот этот карман Все, в общем, очень просто Понятно и доступно Я обычно еще, конечно же Подшиваю его в межзубных сосочках Фиксирую двумя швами узловыми И крестообразным швом прижимаю Вертикальным Результаты прекрасные Особенно это вот когда одиночные Какие-то эстетически значимые Зоны имплантатов Очень хорошо получаются Иногда я даже прямо в момент имплантации Это делаю Непосредственно в операцию установки Самое главное Не забудьте, пожалуйста, деэпитализировать А потом начать его отслаивать Мы сегодня будем это делать? Будем Можно и в гору? Нельзя Нельзя Непонятно, а почему? Нельзя и все Ну это ожог Мы говорили А если с водой? Нет На размножение ткани, конечно Там структура Вы же челюстный лицевой хирург Вы должны понимать Что такое рана И как она Рваная Резаная И размноженная рана Отличаются друг от друга Регенерация будет отличаться? Заживление? Но ответьте честно Не кривите душу Вам только кажется, что вот там это важно А вот здесь это не важно Это не так Принципы регенерации Ну у меня эти скальпеля Нельзя же одним скальпелем прооперировать всю работу Их четыре штуки должно уйти У меня нет Хорошо Си-15 Си-15 А что с ними? Их нет? Продажи нет? Я не нашел Не могу вам сказать Я вообще их покупаю На Алиэкспресс я покупаю телезы Придется попробовать Там матексные перчатки тоже есть Вот пример Клинический Очень-очень старая работа По-моему, десятого года Или десять, это уже прошло И даже, может, попозже Чуть-чуть Но не суть Адентия у пациентки Было сложное удаление Травматичное Обратите внимание Завал Тяж И Ну вообще У меня ощущение, что его вырывали Вместе с десной Костью Всем подряд Слава богу, костная структура у нее Хорошо восстановилась То есть не было проблем С костными структурами Нам нужно было только Мягкотканный комплекс Привести в какое-то красивое состояние При планировании вмешательства Я знала сразу, что я буду делать Вот такой подвернутый лоскут на ножке Соответственно, разрез был Сразу уже дизайн разреза При имплантации был уже выбран заранее Это ситуация была в день Когда мой ассистент сломал руку И Алексей Николаевич вместо того, чтобы фотографировать Пришлось просто держать Мне рядом все И ассистировать вместо Фотосъемки Поэтому это вот так Получилось только две фотографии Но мы видим, да, какой объем сразу появляется Здесь И вот Две недели Завала нету Десна формируется Все Меня все абсолютно устроило А вы скажите На вот этом моменте Это уже Две недели Для снятия швов Вы уже снимаете швы? Да Они же уже немного болтаются Такая кажется на часто Что еще Как бы швы еще должны стоять На пятной, седьмой швы? Да, они уже получаются Но если на пятой, седьмой сутки у вас швы болтаются Это значит, что вы ушили неправильно Кстати, вот если и есть Украинская коронка Какой образом композиционный швы Прекрасно, у меня все держится Я вот недавно делала Все стоит Да ничего я не травлю Я обрабатываю А я не работаю Какими кислотами У меня композит Это от шестого поколения Который Самопротравливающийся бонд Это материал Называется Estolite Или Гармонайз Есть у них адвизит Вопрос там просто Надо тщательно высушить поверхность Нанести этот самопротравливающийся бонд Его засветить И к нему залить Я вот просто только совсем недавно Мне тоже ассистент Мне говорит Как вы собираетесь к коронкам здесь подниматься Я говорю Ничего, сейчас мы с тобой все поднимем Переживай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!